Бесермянское наречие удмуртского языка Придется как-то сгруппировать эти слова Давайте попробуем провести связи В удмуртском формальные, а в русском смысловые Формальные связи У нас есть чужек тон, чужга, годящ Горд гиби, горд гадь, яблок пу, что-то подозрительно похоже Кэсьбун, кэсьпу гиби Давайте посмотрим, что у нас с чем связано Ну, давайте начнем с первого слова Вот у нас есть чужек тон С чем он связан? Да, вот у нас еще есть такой же чуж в следующем слове Чужгать Возможно, это птицы, но как чуж, чуж, чуж А, ну, не знаю Может быть, это где-то А где-нибудь еще мы это чуж видели В этой задаче Так, а кто хорошо смотрел? Усман Да, что Усман? То ли морковь, то ли свекло Да, вот чуж, корнеплод, это либо морковка, либо свекла Так что чуж это точно не птица Потому что птица корнеплод, чтобы давала морковь, либо свеклу Это как-то не особо вероятное событие Это вот помните, я вам говорила, что задание может быть подсказкой Это оно Так, значит, мы знаем врачу, что оно сочетается с корнеплодом Отлично Ну, там либо круглый, длинный, либо красная А задание 2, где? Гад еще, гад еще у вас здесь попадалось Гань? Горг, гад Да, у нас бывает Горг, гад А еще бывает Горг, гад А еще? А что тут просто гвард? В задании? Просто гвард бывает в задании, да И просто гад бывает в задании И просто гиби бывает в задании И кто-то из них значит осина Вот, мы пока не знаем Еще если гвард кошманов А, еще горд кошманов То есть, вот, вот чушь, гад И горд, гад Соотносится между собой, как морковь и свертва При этом кушман, если по отдельности, это корнеплод А кушман по отдельности, это корнеплод А может, это корнеплод? Кушман, значит, какой-то корнеплод Да, горд кошманов, и чушь кошманов Это какой-то корнеплод Так, мы пока не знаем Мы пока проводим связи Значит, у нас есть чушь гад Горд гад Еще гад какой-нибудь есть? Чушь гад Горд гад 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 Еще есть гад 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 Еще у нас с гиби что-то бывает Кашпугиби Вот это вот Ну, кашпугиби Последнее слово Да, да, да У нас бывает Ах, мне сейчас росту не хватит Кэшпугиби Так А кашпуг у нас еще бывает? Кэшпуг у нас еще бывает? Кэшпуг 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 А, еще у вас бывает просто кэшпуг 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 Так А кэшпуг с чем-нибудь связан? Можно там выделить какие-нибудь компоненты, которые где-нибудь еще есть? Что у нас осталось? А, пипу Яблок пу Да, у нас осталось Кэшпугиби И яблок пу Да, у нас есть яблок пу И вот, наверное, это пу Вполне может быть Кэшпугиби Где пу У нас есть просто кэшпуг И пипу у нас есть Кэшпуг У нас есть кэшпуг Как дерево Если считать, что яблок пу Это наверняка будет яблоня То пу может быть как дерево Соответственно Кашпуг Это береза Потому что есть еще подберезовик Ага А гиби это где? А значит подберезовик это сейчас Кашпугиби Вот это вот Да Тогда гиби получается гли Отлично Тогда город гиби Это подосинь Это подосинь Это подосинь А город это осинь Да А город это осинь Тогда город это осинь Получается что-то, да? Город Тут просто кокту с мать А кокту с рекладом Значит тогда город это не осина Ну значит подосинь Подосинь У нас не по осине Потому что вот подберезовик У нас по березе Так она кашпуг Подосинь Подосинь это какой-то гриб Вот какой-то гриб Какой мы пока не знаем Но не проделим Хорошо Что у нас еще бывает? Мы нашли слова Яблоко Березов Подберезов Подосинь И теперь у нас что-то еще должно быть тоже город Может быть какая-нибудь птица Может быть какая-нибудь птица Кто видел грибов подосиновики? Красные Красные Можно сказать Снеги То есть какая-то параллель Да Тогда это красный И тогда это снеги Ну то есть гордкий петок Красный гриб Да Тогда гордкий петок подосиновик Как красный гриб Тогда это птица скорее Да Тогда Тогда уже возникает вопрос Чушь гать и гать аж Что из них синица? А синица желтая? А А синица желтая Желтуха Да Тогда соответственно синица это та, которая будет связана с желтой А что такое гать? Гать птица Нет, у нас есть гать аж и это что? У нас осталось одно слово там, выбор невелик Да, это нагрудник Соответственно, как? А Красногруппы и желтогруппы Да, красногруппы и желтогруппы Вот как-то так называются на этом языке эти птицы Ну что, с первым заданием мы честно справились Значит, что такое гать тогда? Общего пу Синица, снегиря и нагрудника Грудь Гибель Подберезовик, подосиновик Гриб Гриб Город Красный Кушман А-си На Пи-пу Что такое пу? Пу 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 Да, пу это дерево Яблок Пу А что есть у него? Дерево яблок Да, это дерево на котором растут яблоки Кыш-пу это береза, а пи-пу это осина Соответственно, кушман это корнеплод Горд кушман это красный кушман А чуж-кушман – это, соответственно, жёлтый пушман. Ну и кто из них? Морковь, то свёкла. А, свёкла, это морковь, жёлтый третий. Кто из них более ужасный? Морковь – это свёкла, а чужая – кушмана. Да. Ну просто, видимо, оранжевый считается как подмороженого жёлтого. Хуже. В тех местах морковь действительно была жёлтая. Да? То есть бывают у моркови разные цвета? Ну да, сорта моркови бывают разного цвета. Ну да, сорта моркови бывают разного цвета. Ну и бывают языки, которые по-разному делят на цвета. Это тоже бывает. Вот, например, английский относит голубой к синему. Вот и то, и то называется blue. Русский разделяет. Есть языки, где там жёлтый и белый вместе, или там зелёный и синий вместе. Вот японский язык, ну до войны уже практически, зелёный и синий не различал вообще. И до сих пор у них зелёный свет светофора – это аой, а аой – это синий. Вот небо – аой, и зелёный свет светофора – тоже аой. На карандаше написано «мидоре», но на светофор всё равно аой. И вот. Потому что до того, как им стали массово завозить цветные карандаши, у них не было наздоразличательных зелёных, так бывает. Но, действительно, из красного и жёлтого всё-таки более красное – это свётло. Соответственно, гор – кушман – это свётло, а чушь – кушман – это морковка. Так, бесситменское слово «пайл» означает «сторона места». Аж – пар – это фасад. Что такое аж? Гать – аж – это нагрудник, а, соответственно, аж – это перед, передняя часть. Да, это перед. Перед, да. Да, передняя часть. Соответственно, фасад – это передняя часть, а вот это аж означает «перед». Вот. Сколько мы всего узнали удивительного в русском языке. Где иcamp! Где иер who different у их комитута каждого художника! Аж – пис, согласны за руку! У вас есть интернет! ВЫХАТО.